Сборная России по пляжному футболу Пару недель назад Как россиянки смогли добиться такого ошеломляющего успеха Расскажет главный тренер команды Илья Леонов Илья, доброе утро Доброе утро Мы поздравляем вас с победой Спасибо С какими мыслями мы выехали на турнир? Кого вы опасались прежде всего? Кто вообще сейчас в пляжном женском футболе Номер-1 до вашей победы Главный соперник Безусловно, наверное, в первую очередь мы опасались сами себя Мы впервые была создана сборная России за неделю до этого турнира То есть опасались, что просто не срастется? Не успеем сыграться, не успеем подготовиться достаточно хорошо Для того, чтобы именно выиграть в этом турнире А турниры это очень представительные Все сильнейшие сборные были собраны на этом турнире И в группе у нас была такая сильная сборная, как сборная Швейцарии Где очень хорошо и сильно развит женский пляжный футбол И первая игра была именно со сборной Швейцарии Понимал, что именно от этого старта, от первой игры У нас зависит практически дальнейший наш путь в этом турнире И игра получилась такая, как на качелях С трудом 8-6 мы выиграли Но тем, наверное, была ценнее эта победа Что без каких-то товарищеских матчей Мы смогли одолеть в первом же матче эту сильную сборную А какое количество команд было на турнире? Шесть команд Как вы настраивали девушек? Что вы им говорили? В общем, в каком тоне, да? Как вот с девушками? Им же не скажешь, как мужикам? Играйте! Как-то подход Приходилось искать правильные слова Нужные для меня все это было в первый раз И тоже волновался И на установке волновался И когда знакомился только с командой Присутствовало некое волнение Но девчонки большие молодцы Они мне помогли своим поведением Своим пониманием Они смотрели на все с широко раскрытыми глазами То, что я им пытался донести Какие-то тактические, технические там Новинки для них То есть к концу турнира я увидел Что девчонки практически уже это все восприняли адекватно А давайте расскажем нашим зрителям Может быть не все в курсе Правила женского футбола Пляжного футбола, да Основные отличия Сколько человек в команде? Какие там основные правила? Главное отличие Это футбол проходит на песке Песок очень тяжелый, глубокий Поверьте, это не как на пляже Когда вы можете выйти Идете, когда водичка вам ноги прибивает Играют босиком Играют босиком, да Сколько тайм и длится дляца? Три периода по 12 минут То есть где-то игра занимает Не 45, слава богу, бегать по песку Да, но это все-таки турниры, скажем, скоротечные Игры идут одна за одной То есть каждый день В мужском пляжном футболе доходит того, что 7-8 игр надо играть каждый день подряд А в пляжном футболе есть пенальти? Безусловно, в пляжном футболе есть нюанс Что ни один матч не может закончиться в ничью Если основное время заканчивается в ничью Идет дополнительные 3 минуты Если они заканчиваются в ничью То обязательно серия пенальти Обязательно должны выявить победителя А человек сколько в команде? Заявка 10 человек Так, Ольга интересуется, как будто есть желание Кстати, вот есть ограничения какие-то По возрасту, по росту Параметры, главное, желание Конечно, должна быть хорошая физическая готовность Моральный дух, чем и отличается, наверное, сборная России во всех соревнованиях Если сравнивать гонорары Те, которые в футболе в мужском на газоне, так скажем И вот пляжный Конечно, это несопоставимые суммы Девчонки здесь многие вообще непрофессиональные футболисты Они не зарабатывают на жизни именно футболом Они приехали в сборную ради того, чтобы выйти именно в майке Национальной сборной России И многие стремились попасть, чтобы одеть эту футболку Без каких-либо денег Но премиальную от РФС Конечно, девчонки получат Весь штаб То есть здесь спасибо большое Российскому футбольному союзу Команда была создана только 25 июня Как именно в нее попали девочки? По какому принципу их отбирали туда? Был предложен мной состав девчонок Поступило приглашение еще девчонкам из некоторого большого футбола Из большого футбола у нас Марина Федорова получила MVP этого турнира Стала лучшей футболисткой этого турнира И Настя Горшкова стала лучшим бомбардиром А вы смотрели чемпионат мира по футболу? Конечно Что думаете? Нет, вы знаете, немногие ожидали, что, во-первых, наша сборная выйдет из группы Немногие ожидали, что тем более уж обыграют в 1-8 сборную Испания Немногие ожидали, что мы сыграем наравне со сборной Хорватии Так что я хочу поздравить, во-первых, всех болельщиков С хорошим результатом, но в первую очередь, наверное, с хорошей командой Этот же вопрос мы задали вашим подопечным И вот, что они ответили Давайте посмотрим Мы следили за чемпионатом мира Особенно, когда наши играли с хорватами Мы очень переживали И на следующий день была как раз наша финальная игра И мне кажется, то, что они не выиграли Это нас еще больше замотивировало Мы больше захотели доказать, что все-таки в России футбол жив На финальце они все-таки проиграли Мы поняли, что вот она борьба до конца Она дает свои плоды И нам нужно делать то же самое Давайте поговорим о том О специфике женского спорта Говорят, что это гораздо более жесткая история, чем мужской спорт Если мужчины все-таки могут договориться То женщины идут до конца Это бескомпромиссная история Упрямые мы Безусловно, я с этим столкнулся Играл недавно товарищескую игру Именно по пляжному футболу Против многих девчонок из сборной И я понял, что любой силовой прием Любой контакт Они проводят так, что именно до конца Скажем, как в хоккее Любой силовой прием проводят до конца То есть если ты не попал по мячу в нашем случае То обязательно ты должен ударить по ногам То есть очень травматичный Очень жесткий Более контактный, чем у мужчин С чем это связано? Ну, наверное, девчонки надо доказывать Оля не передумала идти? С характером это связано Илья, кстати, этот же вопрос мы задали девушкам из команды И вот, что они нам ответили А правда говорят, что вот женский футбол Ну, пляжный футбол Он все-таки агрессивнее Он жестче даже, чем мужской футбол классический К которому мы привыкли Нет, пляжный футбол немножко по-другому То есть тут любой контакт может привести к штрафному А штрафное это очень опасно Поэтому контакт не такой агрессивный Мы равняемся на мужчин У них все равно это получается чуть лучше, чем у нас Поэтому мы иногда подглядываем за ними Илья, спасибо И еще раз поздравляем вашу команду с победой У нас в гостях был главный тренер женской сборной России По пляжному футболу Илья Леонов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok